всем привет дорогие друзья и так что такое земельный пай земельный пай это земельный участок а может быть их и несколько которые получили наши бабушки дедушки нашей мамы папы которые работали колхоза или совхозов советского периода и эту землю они получили в результате распада этих колхозов после чего была процедура когда все имущество в том числе и земли делились между теми кто работал в этих колхозах поэтому земельные паи могут состоять из нескольких участков поскольку земли было много она находилась в разных местах и после распада колхозов ее поделили между ее членами а можно ли земельный пай который вы сдали в аренду продать да друзья это можно сделать но для нового собственника будут обязательны для исполнения те условия аренды которые вы подписали то есть новый собственник не сможет пользоваться этой землей а должен будет ждать окончания срока аренды для того чтобы забрать ее для собственных потребностей либо же на своих условиях продлить эту аренду ответ на вопрос да вы можете продать землю которую вы сдали в аренду при этом я хочу обратить внимание что первоочередное право на покупку вашей земли находится у вашего арендатора то есть сначала вы должны предложить ему по той цене которую вы хотите продать на рынке эту землю чтобы он ее купил и если он отказывается тогда только в этом случае вы можете оформить сделку купли-продажи и продать ее уже кому угодно сколько стоит земельный пай земельный пай по той информации которые я владею и отслеживаю предложение на рынке стоит примерно две-три тысячи долларов за гектар в регионах и доходит до сотни тысяч долларов под киевом на цену земельного пая вашего земельного участка влияет ряд факторов такие как местонахождение наличие всех оформленных документов в аренде 2 или не в аренде наличие коммуникации подъездных путей и так далее и тому подобное но вот средняя цена которую я вывел для себя это две-три тысячи долларов за гектар при этом хочу обратить внимание что пай может состоять из участка который больше чем один гектар даже несколько земельных участков и в совокупности это может составлять два-три я встречал до восьми гектаров на один земельный пай как узнать за сколько можно продать свой земельный пай самое простое здесь друзья открыть ойл x и посмотреть те предложения которые находятся в вашем регионе то есть по какой цене предлагается земля в вашем регионе по моему наблюдению по той информации которые я беру из открытых источников из предложений на ойл x и в частности это примерно 2-3 тысяч долларов за гектар земли в регионах и доходит до сотен тысяч долларов это за земельный участок за один гектар под киевом на это же влияет правило множество факторов 8 факторов которые влияют на цену вашего земельного пая первый фактор это документы для того чтобы быстро продать вас должны быть оформлены все документы как правило земельный пай оформляется государственным актом на право собственности на землю но этот государственный акт должен быть еще заведен специальный реестр имущественных прав также вашему земельному паю вашему участку должен быть присвоен кадастровый номер и только при наличии всех этих документов можно говорить о том что ваш участок готов к продаже если все документы порядке то теоретически вы можете претендовать на самую высокую цену по вашему региону второй фактор который влияет на стоимость ваша земельного участка вашего пая это в аренде он или не в аренде если ваш участок не в аренде то новый собственник уже сразу может им пользоваться поэтому в теории цена должна быть выше но на практике не всегда так поскольку если ваш пай до сих пор не в аренде значит экономически ваша земля не интересна арендатором и здесь может быть несколько факторов первое это потому что либо нет агрария которые возьмут в аренду ваш участок в данном регионе либо же он просто не интересен с аграрной точки зрения на нем ну к примеру невозможно что-то выращивать или плохие грунты или он находится плохом месте поэтому здесь двоякая позиция аренда это плюс или минус для стоимости земли в некоторых случаях может быть и плюс может быть и минус третий фактор который влияет на стоимость вашей аренды это его местонахождение как я говорил в регионе цена может быть стартовать от 500 долларов за гектар а под киевом за один гектар могут просить уже сотни тысяч долларов банитет грунтов также влияет на стоимость вашего земельного пая поскольку аграрии которые планируют обрабатывать данный участок они принимают во внимание родючесть ваших грунтов возможность поменять целевое назначение это больше подходит к тем участкам которые находятся в близ городов в частности под киевом возле промзон возле каких-либо объектов которые могут использоваться ваши участки могут использоваться с другим целевым назначением и возможность поменять это целевое назначение со сельскохозяйственного на скажем под строительство жилого дома либо под коммерцию то это также влияет на стоимость если можно поменять целевое назначение вашего участка то это как правило повышает стоимость вашего земельного Также наличие коммуникаций, в частности линии электропередач, возможность подключения к ним, это также влияет на стоимость вашего земельного пая. Подъездные пути также увеличивают, наличие подъездных путей, дорог, также увеличивает стоимость вашего земельного пая. Если, к примеру, он находится в середине поля и к нему нельзя подъехать, не заезжая на чужие участки, то это будет играть понижающий фактор для цены этого участка. Ну и возможность быстрого переоформления. Как говорится, скорость это время, время это деньги. Поэтому, если у вас все документы в порядке и вы быстро можете переоформить этот участок на покупателя, то это также добавляет стоимости вашему участку. Как узнать, за сколько можно продать свой пай? Первое, самое простое, я рекомендую, это если ваш пай в аренде, то посчитайте сумму, которую вы получаете от аренды за год и умножьте ее на 15. Это примерная формула рыночной стоимости на сегодняшний день в Украине земельных паев. Дальше, если ваш участок не в аренде, то посмотрите, зайдите на OLX, аналогичные предложения по вашему региону. Кроме того, я рекомендую обратиться в органы местного самоуправления, это или сельсоветы, или ОТГ новосозданные. И в их земельных ресурсах вам обязательно дадут контакт местных брокеров, которые максимально объективно смогут ответить на вопрос, сколько стоит ваш земельный пай. Потому что они в этом регионе работают и продают землю, и они не знают, почему она продается и покупается. Поэтому первый вариант, вы умножаете на 15 сумму вашей аренды за год. Второй вариант, если земля не в аренде, вы смотрите объявления о OLX. И третий вариант, это для того, чтобы узнать стоимость вашей земли, вы обращаетесь к местным брокерам. Где их найти, я рассказал. Продавать земельный пай или не продавать, что лучше? Здесь я придерживаюсь двух стратегий. Если земельный участок, земельный пай ваш на сегодняшний день вам ничего не приносит, то нет смысла его держать. Да, в каком-то перспективе, какого-то периода времени земля должна подорожать. Но сколько до этого пройдет времени, никто не знает. Жить нужно здесь и сейчас. Поэтому если земельный пай вам на сегодняшний день ничего не приносит, выставьте его на продажу. Пусть рынок его оценит и продайте его. А эти деньги вложите во что-то другое, для того, чтобы они работали. Но вы получите эти средства здесь и сейчас. Если же земельный пай ваш, земельный участок, приносит какие-то деньги, то примите решение, стоит ли его оставлять за эту сумму. Либо сумму аренды, которую вы получаете сейчас в год, умножить на 15-20 и попытаться ее продать. Таким образом вы в теории получаете сумму, которую вы могли бы получать на протяжении 15-20 лет сразу. Сразу сделайте с этими деньгами что-нибудь, для того, чтобы их приумножить. Вложите их в то дело, которое вы понимаете и можете влиять на процессы приумножения этих денег. Ну и третий вариант. Это если у вас есть ресурс, есть время, вы не нуждаетесь в этих деньгах, то, конечно, в долгосрочной перспективе имеет смысл оставить этот земельный пай для того, чтобы в будущем, когда он подорожает, принять решение опять-таки продавать его, либо использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!